Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами в таком составе с участием руководства правительства Центрального банка. В администрации встречаемся регулярно. Сегодня, как обычно, поговорим о текущей ситуации в экономике, о том, что происходит в промышленности, финансовом, в секторе и в других отраслях. Я попросил бы вас в вашу оценку дать ситуации в целом. И поговорим, конечно, о среднесрочной и ближайшей перспективе. Это тем более важно, что сейчас проходит бюджет. Нужно будет оценить это и с точки зрения бюджетного процесса. В целом, отмечу, ситуация в отечественной экономике стабильна, хотя говорить о её кардинальном улучшении пока рано. По итогам трёх кварталов отмечен небольшой рост промышленного производства. Мы уже о том и говорили. 0,3%. Хорошие темпы демонстрирует сельское хозяйство. Плюс 3%. И думаю, что у нас все есть основания поздравить селян с этим результатом. Поздравить с хорошей работой. На сравнительно невысоком уровне находится безработица. В среднем в текущем году её значение будет на уровне 5,6%. Удаётся держать в приемлемых рамках инфляцию. С начала года по 7 ноября она составила 4,7%. В целом это хороший показатель. В соответствии с законом, мы сейчас только с министром финансов говорили об этом, в соответствии с законом дефицит бюджета у нас должен быть 3,7%. Он такой и есть сегодня. Правда, есть и определённые риски небольшого повышения. Давайте сегодня тоже об этом поговорим. Ничего здесь, конечно, страшного не будет, если будет 3,8%, 3,9%. Но всё-таки нужно приметься к тому, чтобы в рамках закона дефицит удержать. И хотел бы отметить, что отдельные отрасли всё ещё выйти на положительные темпы роста пока не могут. Это имею в виду обрабатывающие отрасли производства, строительство. Давайте поговорим, как поддержать и вот эти направления деятельности, да и отечеству экономику в целом. Ну и, безусловно, закрепить положительные тенденции к подтянуть отстающие направления. В этой связи напомню, что Государственная Дума, я только что об этом говорил, уже начала рассматривать проект федерального выбора бюджета на ближайшие три года. В том числе предлагаемые меры по стимулированию экономического роста. Давайте вот по порядку. Но если есть какие-то другие вопросы, которые вы считаете важными, обсудим их. Мы в прошлый раз, когда в таком составе собирались, договорились о том, что некоторые вещи будем корректировать. Были сформулированы соответствующие поручения на этот счёт. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на то, как эти поручения дополняются. Продолжение следует...